Привет! Меня зовут Виктория, мне 20 лет. Я являюсь студенткой политехы и не занимаюсь спортом профессионально, а также, как и вы, являюсь подписчиком канала YouGift. Сегодня я расскажу вам о своих тренировках, о своем питании и покажу часть из тех упражнений, которые я выполняю, а также, самое главное, я сформулирую свою цель. Начинаю я свои тренировки с разминки. Никогда их не пропускаю и ничего вам не советую. Отдельно разминаю каждую группу мышц и усиленно разминаю то, над чем я буду работать сегодня. Начинаю я снизу и поднимаюсь выше. Я расскажу вам свою краткую историю. Бабушка у меня была преподавателем физкультуры и с детства мне привили любовь к различным видам спорта. В детстве меня отдали на бальные танцы. Сама потом я тоже занималась танцами другими, латино-соло. В школе я очень полюбила волейбол, играла в школьной команде. Несмотря на то, что я с детства занималась спортом, фигура у меня была, честно говоря, не очень. Она была далека от идеала тех песочных часов, к которым стремится каждая девушка. Я задумалась о своей фигуре только тогда, когда случайно увидела ролик на канале You Gifted, где Маша Шенкевич, такая красивая, скромная девушка, просто подходит к тренажеру и начинает подтягиваться широким хватом. Это, я вам скажу, может сделать не любой мужчина. После этого она делала упражнения на брусьях и отжималась. Меня это так впечатлило и вдохновило, что я поняла, я же тоже могу это сделать, я могу хотя бы научиться это делать. И я на этом подъеме сил пошла в фитнес-зал и решила с того момента изменить свою фигуру. Сделать ее красивой, сексуальной, спортивной и приблизить к тем самым заветным песочным часам. Сделать себе мясную бразильскую попку. В те дни, когда я тренирую верхнюю часть тела, плечи и руки, и спину, я делаю особое упражнение в разминке. Это, конечно, с первого раза сложно сделать, но вы можете постараться и у вас тоже получится. Мы двигаем грудью в горизонтальной плоскости. Я прям чувствую, как у меня разминается спина и плечи. Это упражнение я заимствовала из восточных танцев. Вот вы сейчас видели, как я разминаюсь. После этого я начинаю свою тренировку. Так как я изначально хотела научиться подтягиваться, первое упражнение, которое я включила в свои тренировки, было гравитрон. Я подтягиваюсь на гравитроне, потому что со своим весом у меня пока не получается. Я не смогла подтянуться ни разу. Но в следующем своему видео я вам продемонстрирую, как я подтягиваюсь не один, а целых 7 раз широким хватом. Это первое упражнение из моей тренировки на верхнюю часть тела. Вообще свою программу тренировок я себе составила сама, потому что денег на персонального тренера у меня не было. И мой единственный тренер – это канал YouGifted. Благодаря ему я смогла составить для себя тренировочку на все группы мышц. Я часто обношу разнообразие в тренировке, чего я и вам советую. Следующее упражнение – тяга блока к себе. Так как я немножко сутула, это упражнение помогает мне распрямить мою спину и убрать те самые крышки. Важно следить за правильной техникой выполнения этого упражнения, чтобы работа на нем, на этом тренажере, приносила максимум эффекта и пользы. В следующий раз у меня будут уже расправлены плечи и гордая осанка. Сейчас я буду показывать упражнение «Жим гантелей под груди». Со штангой я не работаю, потому что она слишком тяжелая для меня, а гантели в самый раз. Для начинающих девушек это то, что нужно. Я взяла гантели по 5 килограмм. Почему я работаю с гантелями? Ну, потому что гриф от штанги весит 20 килограмм. Это в два раза больше, чем у меня сейчас в руках. Для меня это тяжеловато. Это упражнение я люблю за то, что я во время выполнения упражнения чувствую работу мышц рук. И это очень приятно лежать и сконцентрироваться только на своей работе, на работе своего тела. Чувствовать эту самую приятную боль и осознавать, что твое тело, твои руки становятся крепче, красивее. Сейчас будет еще одно упражнение с гантелями. Я буду делать разводку тоже на горизонтальной скамье. Для этого я взяла гантели по 3 килограмма. И именно с этим весом я выполняю эту гантель. Во время выполнения этого упражнения мне кажется, что я играю на баяне. Я вам дам очень хороший совет, который мне подсказал Борис. Вы можете снимать свои упражнения, как вы их выполняете, на камеру мобильного телефона. Спросить своих друзей, чтобы они вас сняли. И потом дома пересмотреть эту видеозапись. Это поможет вам увидеть свои ошибки, исправить их и не допускать их в дальнейшем. Также вы сможете сравнить свое выполнение упражнения с выполнением того же самого упражнения профессионального тренера или кого-то из звезд на канале YouGifted. Вы можете сравнить, оценить себя адекватно и исправить опять же те же ошибки, которые вы совершаете. Мне не терпится увидеть свое видео, чтобы посмотреть на себя со стороны и улучшить свою технику, потому что это очень важно. Можно я скажу про свое любимое упражнение, хоть оно... Его нету в тренировке на верхнюю часть тела. Это упражнение гиперэкстенция со скрученной спиной. При выполнении этого упражнения я отлично чувствую, как работает нижняя часть моей попки. Я же хочу изменить свою фигуру, и это упражнение мне в этом помогает. Я чувствую эффект, чувствую то, что тренировка прошла не зря, и это упражнение я попробую одно из моих любимых и самых эффективных. Раньше я была очень закомплексованной девочкой в школе, и когда поступила в университет, мне было довольно тяжело общаться с новыми людьми. Благодаря занятиям спортом я почувствовала уверенность в себе, я начала разговаривать с незнакомыми людьми, хотя для меня это было очень сложно раньше. Спорт вдохновил меня, дал какой-то толчок, я стала более амбициозной, более смелой, не боюсь рисковать. Ну, так же, как и сейчас я снимаюсь для этого проекта «Египтед», поверьте, пару лет назад я бы не решилась этого сделать. Вчера пересматривала свои школьные фотографии. Было сначала немножко стыдно смотреть на себя такую, а потом мне стало очень смешно. Все остатки альбома я просмотрела со смехом, потому что это было очень забавно, посмотреть, то, какой я была неуверенной, такой скромной, тихоней, и какой я стала сейчас. И спорт мне в этом, конечно, очень помог. Хочу обратить ваше внимание на то, что я не ставлю себе целью похудеть и сбросить лишний жир. Моя основная цель – сделать свое тело красивым, спортивным и сексуальным. Сначала было довольно тяжело объяснить своим родителям, что я не хочу стать анорексичкой, как потом показывают в всех этих ужасных передач. Я хочу сделать свое тело красивым. И потом меня родители поняли и поддержали меня в моих стремлениях. Друзья, салют! Привет! В прошлом выпуске с Олесей Николаевой мы сделали объявление о розыгрыше новогодних подарков. Это три из седьмых Нексуса планшетника. Ну что, дождались? Ждали, наверное. У-у-у! Хочется Нексус? Сейчас все будет. Очень много было регистраций. Судя по вашим комментариям, мы просили в комментарии номер ID указать с сайта Бандерольки. Выигрыша будет всего лишь три, но те, кто не выиграют, пускай. Не расстраивайтесь, мы же вам посоветовали классный сервис Бандерольки. Да, поэтому давайте сегодня определим трех счастливчиков таким случайным этим. Да, опять будем крутить барабан. Да, а кто будет сегодня? Крутилкой сегодня буду я, потому что крутилкой в прошлый раз был Боря. А Боря будет сегодня пальцем. Поехали. Во мне умирает просто Хаянит Якубович. Приветики, Кубович. Буква, 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 барабан. Какая на барабане? Это стук? Артем Сопронов. Он ничего вообще не оставил, никакой комментарий, просто свой ID указал. Ничего нам не написал хорошего. Даже с Новым годом не поздравил. Посмотрим, подписчик ли он. Да, подписчик. Еще целых два Нексуса, не разыграл. Кручу, дальше закрыться хочу. Нет, застрял. Ага, все. Куда крутить? Ну все, хватит, наверное, крутится. Все, палец магический выезжает. Все, я их показал. Элитник. Так, подписчик ли он? А он не подписчик. Ну вот. Ну надо внимательно слушать. Да, уважаемый элитник, мы же вам сказали, надо быть подписчиком. Не знаете, как подписаться, спросите у кого-нибудь. Я вот, если честно, очень хочу, чтобы какая-нибудь девушка выиграла Нексус. Все, стоп. Да, ну ты, девушка тоже? Константин Орлов. Проверяем подписки. Да, есть подписчик. Фитнес, бодибирдер. А чем написал команду? Да ничего не написал, айди написал и все. Ну ладно. Приятно. А вот, да. Спасибо вам, Константин. Очень приятно за ваши комментарии. Да, да. Последний Нексус. Барабанная дробь. Крутим барабан. И музыка играет. Застрял в другую сторону. Застрял где, в смысле? Наверху? Ну где-то, все, уже внизу застрялся. А вообще, покрути в другую сторону. Вот так, все. Вот я хочу с аватаркой. Ура, у нас есть женщина. Евгения Присяжная. Нашу подписчицу, я надеюсь. Сейчас мы узнаем. Да, подписчица. Причем новенькая, свеженькая. А что нам написал, интересно? Ничего не написал. Имя, фамилию и айди. Ну ладно, так делать, девочки. Победители определены. Уважаемые победители, с вами свяжутся ребята с бандеролькой. Они напишут вам по электронной почте. И отправят вам призы, Нексусы на тот адрес, который вы указали при регистрации. На их сайте. Все, друзья, смотрим ролик дальше. Всех с Новым Годом. Ну, еще будет поздравление. Выступающим. Да, пока. Счастливо. Каждую свою тренировку я заканчиваю кардио. Бегать я люблю не очень. Зато я нашла отличную альтернативу. Это эллипс. Он напоминает мне бег на лыжах. Мне это очень нравится. И я не пропускаю эти тренировки. И еще, мои друзья, я открою вам небольшой секрет. Вот знаете, там впереди стоит моя цель. Идеальная девушка со спортивной сексуальной фигурой. Счастливая, здоровая и красивая. И именно навстречу ей я бегу. Еще больше уверенности в себе мне придадут лайки под этим роликом. Ставьте лайки на канале YouTube. Они мне принесут бурю положительных эмоций. И также вы дадите сигнал ребятам о том, что можно снова снимать ролики от других подписчиков канала YouGifted, где они будут рассказывать о себе и о том, чего они уже добились. Друзья, мы только начинаем. И это очень хорошо, что нам попался такой слабенький дрещеныш, как Дима.